Этот смартфон мощнее, чем ваш компьютер. Именно с такой фразы я начал свое короткое видео, где я сделал акцент на том, что здесь написано 32 гигабайта оперативной памяти, 256 встроенной. Но! В конце я вам рассказал о том, что здесь написано 12 плюс 20. О, что бы это значило? Я подумал, может быть здесь две планки. Ну, знаете, на компьютере же есть две планки. Одна на, например, на 12, другая на 20. А что, может быть? Нет! На самом деле, китайцы немного хитрый способ используют. Ну, это называется маркетинг, в общем, если вы не знали. На самом деле, здесь 12 оперативы. Еще 20-ку докинуть можно за счет виртуальных возможностей данного телефона. Другими словами, вот эти вот 20 берутся из этих 256, и у тебя становится а-ля 32. Ну, вот как-то так. Друзья, всем привет, и вы на канале Андрохак. Сегодня мы будем смотреть на DOOGEE V20S. Новинка данной компании. И наверняка вы скажете, блин, подожди, по-моему, ты уже снимал обзор на этот телефон. Нет. Но! У компании DOOGEE все смартфоны, все на один лад в плане коробка. Вот везде желтый цвет, и вот здесь вот черным могут или белым написать. В общем, все коробки похожи друг на друга, но внутри благоустройства разные. Поэтому сегодня посмотрим на этого красавчика. Этот смартфон необычный. Он имеет два дисплея. Что здесь написано? В принципе, то, что мы с вами уже видели. Поэтому здесь нам нечего смотреть. Откроем коробку, посмотрим, что на коробке. Итак, встречает нас такая вот штука. Откидываем ее в сторону. Далее сам телефон. Ребят, я уже открывал коробочку. Смотрел телефон, поэтому немножечко, возможно, неопрятно все сложил обратно. Но я очень старался. Итак, встречает нас далее с вами инструкция. Такая вот довольно-таки толстая. После этого... А, тут еще одна инструкция. И после этого, ребят, встречает нас такой вот переходник для флешки. Далее нас встречает вот такой вот блок для зарядки на 33 Вт. Это довольно-таки быстрая зарядка. И, друзья, двухсторонний USB Type-C кабель. Вот так вот. И, в принципе, все. Больше здесь ничего нет. Теперь смотрим на сам телефон. Вот так он выглядит, друзья. Смотрите, задняя часть. Просто кайф. Дело в том, что он уже в чехле. То есть, это первый, наверное, бренд, который продает телефон, который сразу идет в чехле. Чехол очень необычный. Чехол очень прикольный. Смотрите, у него есть такая ножка. Вы можете сразу же использовать его как подставка, да? Смотреть фильмчики на YouTube, когда кушаете или еще что-то. Ну, то есть, удобно. Удобно. И чехол, причем, не толстый. То есть, он, видите, по бокам. Мы сейчас снимем чехол. Спереди я уже его отклеивал несколько раз. Давайте посмотрим. IP68, IP69. То есть, он не боится ни воды, ни пыли. Слева у нас сим-лоток и флешка. Кастомная кнопочка. Можем настроить под себя. Зарядка. Ну, и можно вставить сюда. Мы видим, что две симки, а также флешку сразу. А также телефон поддерживает nano-сим-карт. Вот так вот. Итак, снимаем это. Так уже лучше выглядит. Друзья, здесь кнопка включения. В этой же кнопке находятся отпечатки пальцев. Здесь очень необычно сделаны качели громкости. Они круглые. Видите? То есть, эта кнопка такая нормальная. А вот эти круглые. Это очень необычно, прикольно. Мне кажется, такое вот, значит, свежее решение. Итак. Вот так выглядит телефон в чехле. Давайте мы с вами снимем чехол. Снимается довольно-таки легко. Вот так вот. Это даже не чехол, а знаете, я бы сказал, это бампер. В народе, да, так называют. Вот так он выглядит. Вот. От удара защитит. Это самое главное. Плюс подставка. Вообще кайф. Ну что ж, убираем его в сторону. Телефон без чехла, без всего, выглядит таким вот образом. Вот здесь вот сделано а-ля под кожу. Приятно на уши. Мне нравится. Итак, ребята. Задняя часть, блок камер выглядит таким вот образом. Здесь у нас три модуля камеры и две вспышки. Здесь у нас скрытый экран. Мы сейчас включим. Включается он таким вот образом. Вот она, Doogie Powered by Android. Итак, рамки. Что касается рамок. Они не маленькие, говорю сразу. Но и не сильно большие. По поводу телефона. Одних приятные ощущения. Почему? Потому что самое первое, это конечно, что бросается в глаза. Это экран. И здесь экран, я не знаю, как через видео будет передаваться. Но он очень качественный. Наверное, это больше заслуга того, что здесь амулет дисплей. И это очень круто. Все четко, ярко, сочно. Больше даже не знаю, что добавить. О, ребят, задний экран включился. Смотрите, как он работает. Значит, два раза нажимаем. И можно поменять циферблат. Их здесь дофигуше. Да, и, например, оставим этот цвет. Чтобы оставить, два раза тоже нажимаем. И все. Влево у нас появляется компас. Да, я не шучу. В зависимости от наклона телефона. Нам показывается, я не знаю. В компасах нещарю, широта, долгота и так далее. И еще раз, если сделать, тут управление музыкой. То есть, не нужно включать экран. Для того, чтобы управлять музыкой достаточно. На заднюю крышку вот так вот телефоном положить. И отсюда управлять. Окей. Это, в принципе, все. Больше он ничего не может здесь. Далее, ребята, включаем. Значит, что хотелось бы отметить. То, что на экране, почему-то очень странно. Обычно у компаний Дуги и вообще у других компаний китайских. Всегда на экране защитное стекло или пленка. Здесь я не вижу дополнительного. Ничего. То есть, в этот раз они решили, что Ай, купите сами, наверное. Или у них экран настолько прям мощный, что они думают, да, ты его все равно не разобьешь. По экрану, как я уже говорил, яркий, сочный. Все-таки это амулет. Давайте зайдем в настройки. Здесь есть очень интересные настройки. Смотрите, как они выглядят. Отсюда можно. Помните, раньше я помню, было на некоторых телефонах также. Здесь самые основные настройки. Нам, видите, подсказки дают. Добавить отпечаток пальца. Ой, я вышел. Расписание ночной подсветки. В общем, телефон нам сам дает подсказки. Мы это пропускаем. Все выглядит очень ярко, сочно. Прям такие цвета классные. Непонятно зачем, но компания Дуги вывели. Android Auto. Прям аж целое меню для него придумали. И вывели его здесь прям в главное меню. Ну да ладно. Что у нас здесь дальше? Точка доступа, больше сети. Ну, заметьте, что есть некоторые пункты, которые переведены коряво. То есть, это все-таки у китайцев не отнять. Например, везде все большими буквами написано. Вот пользовательская кнопка. Она написана почему-то маленькой. Буквы первая. И это прям дико смотрится. И бросается в глаза. Итак, вот та самая кнопка. Сейчас я нажимаю, ничего не происходит. Выбираем, например, включить фонарик. Ну-ка. О, и включился фонарик. Видели? О, прикольно. Вот. В общем, эта кнопка для вас. Настраивайте как хотите. И пользуйтесь дополнительной кнопкой. За это компания Респект. Мини-экран. Это тот самый экран на задней части, друзья. Который можно управлять отсюда. Вот циферблаты, которые доступны. Жалко, что нельзя новые какие-то скачать. Только приходится пользоваться тем, что здесь есть. Также мини-экран в общем можно выключить. Можно поставить таймер и уровень подсветки мини-экрана. Можно здесь минимальную. Можно сделать максимальную, как у меня. Далее здесь есть у нас, опять же, настройки для мини-экрана. Выберите циферблат. Ну вот. Видите, он показывает, как выбирать, каким еще пользоваться. Это я уже вам показывал. Это что касается мини-экрана. Умное касание. Умное касание. Что это у нас? А, ну я понял, короче. Дополнительная кнопка. Это если вам лень пользоваться этими. Или эти кнопки сломались. Ну, короче, в айфонах есть такое тоже. Итак, заходим в раздел о телефоне. И здесь мы с вами видим основные настройки телефона. Это 256 памяти. Версия Android. Обновление системы, интересно, есть? Есть обновление или нет? Вы пользуетесь последней версией. Нет, никаких обновлений нет. Итак, вот еще одна функция, которую на русский язык вообще не перевели. Да, распит называется. Это для того, чтобы ускорить. Ну, вот здесь, в общем, написано. Помогает ускорить работу некоторых приложений, которые вы сами выберете. Активируйте. И телефон всю мощь будет направлять именно на это приложение, дабы он работал быстрее. Такая вот интересная функция. Если надо включить ее, после этого уже можно активировать ползунки. Но нам это не надо. Итак, это что касается настроек. Я вам также хочу показать работу отпечатка пальцев. Вот нам показывают. О! Малейшее просто прикосновение. И сразу все срабатывает. Окей, готово. Ну что, попробуем? Прикол в том, что ты для того, чтобы разблокировать, нажимать не нужно. Но когда ты нажимаешь, он автоматически считывает отпечаток. И получается разблокирует. Вот так. Я советую добавить палец несколько раз, чтобы он срабатывал быстрее. Это такой лайфхак от меня. То есть один палец можно добавить 5 раз. И если вы его со всех прям сторон добавите 5 раз, он будет работать просто как пушка. Это от меня такой лайфхак. Итак, здесь, прикиньте, есть еще такая вот функция. Типа режим для бабушки с дедушкой. Все максимально просто. Все видно. Звонки. СМС. Вот такой вот. Телефон превращается, короче, в бабушка фон. И отсюда выйти, кстати, не так уж и легко, я вам скажу. Смотрите, выход. Вот так вот. То есть просто так человек не выйдет оттуда. Прикольно. Это сделано, опять же, для того, что если бабуля твоя вот так вот сделала и вышла, и все, потерялась. Чтобы такого не было, нужно знать, как выйти. Ребят, по поводу кнопок хотелось бы все раз отметить. Значит, это у нас правая часть. Кнопка включения, отключения и в ней же отпечатки пальцев и качели громкости. Далее внизу у нас один динамик и разъем для зарядки. А здесь у нас симка и запасная кнопка. Все сверху, ничего больше нет. Короче, смотрите, какая здесь есть интересная функция, как на айфоне 15. Точнее, на 14. Widget Box называется. Заходим сюда. Активируем эту функцию. И у нас, типа, будет островок. Видите? Вот такой вот островок, как на айфонах было. Как это работает? Смотрите, например, подключаем телефон или когда вам будет уведомление приходить. Вот я его подключаю к зарядке. Смотрите, видели? Появился островок вверху. Вот он. То есть, им управлять нельзя, но вот он появляется. Когда тебе приходит уведомление или ты подключаешь зарядку. Вот такая вот интересная функция. Не знаю, полезно ли это вообще или нет. Ну, раз китайцы это сделали, значит, им виднее, я думаю, чем нам. Здесь также есть функция ускорения игр. То есть, прежде чем поиграть в игру, заходим в это приложение. И через нее, ну, я думаю, вы уже понимаете. На Xiaomi тоже такая есть. Добавляете игру. Например, стендов. И все. И вот через это запускаете. Здесь есть настройки, которые помогут вам поиграть с комфортом в любую игру. Друзья, заходим в Antutu и посмотрим, что внутри данного телефона. Вау! 382 тысячи баллов. Это неплохо. Мое устройство. Давайте, ребят, посмотрим, какие у него тут характеристики есть. Итак, процессор Dimensity 6020, модуль отрисовки Mali-G57, разрешение экрана 1080 на 2400. Камера тройная, 50 Мп, 24 плюс 8. И несмотря на то, что на коробке написано 30 гигабайт, здесь на самом деле 12 гигабайт встроенной оперативной памяти. А внутренней 256. Процессор у нас восьмиядерный. Не самый топовый, но и не слабенький. То есть сейчас мы вот запустим игры и вы посмотрите. Ну и по результатам, я думаю, Antutu вы тоже заметили, что в принципе этого достаточно для того, чтобы поиграть в любые игрушки. Ну, понятно, не на максималке, но на средних. Частота экрана, кому интересно, 60 Гц, друзья. Передняя камера 20, а аккумулятор 6000 мА. Ну что ж, предлагаю нам с вами запустить игрушку. Вот я скачал стендов и поиграем, посмотрим, как будет идти игра. Чтобы понимали, стендов, PUBG, в принципе, почти все эти игры, у них запросы на мощность телефона одинаковые. Поэтому, если эта игра будет идти без проблем, значит и все остальные тоже будут идти без проблем. Ого, как клавиатура маленькая появилась. Гага. Напишем, нормально будет. Сохранить настройки. Зайдем и выберем самые максимальные настройки для того, чтобы проверить, на что он способен. Здесь все включаем. О, вот так вот. Все. Запускаем игру и играем. Посмотрим, как он будет себя вести. Ну что, четко. Черт, меня убили. Продолжение следует. Вау. Класс. В общем, я же залип немного в игру. В общем, идет все круто. Вообще, вы видели, никаких проблем. Телефон, на самом деле, довольно-таки мощный. Поэтому, о, смотрите, нет информации. Прикольно. Что бы это значило. В общем, телефона будет хватать во мной любые задачи. Весь упор в этом телефоне сделан на то, что он противоударный. То есть, как бы вы его не уронили, самое слабое место это экран. А все остальное неубиваемый защищенный китайский смартфон. Прикол в том, что он стоит примерно 240 долларов. Это что-то около 23 тысяч рублей. Дорого это за него или нет, не знаю. Конечно, я думаю, вы мне это сами напишите в комментариях. Я же со своей стороны, друзья, сейчас хочу вам продемонстрировать громкость данного телефона. На что он способен. Я сейчас включу музыку без авторских прав. И мы с вами послушаем. Громкий или у него динамик или нет. А он здесь всего один. Да, да. Довольно громкий. Не самый, конечно, лучший и четкий динамик. Но достаточно громкий для такого телефона. Поэтому здесь точно лайк. Экран лайк. Итак, что еще хотел показать? Картинка, четкость. Ну, как я уже говорил, экран здесь амулет. Поэтому... Стоп, стоп. За красоту вы можете не переживать. Давайте лучше на животных посмотрим. Да что б тебя! Это одна реклама. О! Сейчас я подниму качество. Высокое сделаю. И давайте посмотрим на экранчик. Слушайте, не знаю, как через камеру передастся. Но в живую смотрится очень достойно. Мне понравилось. И хотел бы еще вам продемонстрировать, на что способна камера. Все-таки, в первую очередь, это телефон. Я уже не говорю про звонки, но про камеру нужно упомянуть. Потому что телефон в основном для таких людей, которые ездят в путешествия. Куда-то в горы, альпинисты, активный отдых и там всякое может быть. В лесу можно встретить и медведей, еще что-то. И это надо запечатлеть. Поэтому камера здесь должна быть хорошая. Итак, значит, я уже вышел на улицу, поснимал фото, поснимал видео. Сейчас это все вам вставлю, покажу. Но прежде хочу просто по камере пройтись, дабы вам показать, что здесь вообще есть. Ночное видение здесь есть. Это очень круто. В темноте ты будешь как при свете, поэтому это очень хорошо. Так, фото. Есть такая функция здесь, как пленка. То есть, можно сразу с эффектами какими-то снимать. Есть раздел больше. И в разделе больше есть ночь, анимация, портрет, замедленная снимка, панорама, про, ускоренная и QR-код. Можно отсканировать. Почему бы это не внести просто? Вы знаете, на некоторых телефонах ты просто зашел в камеру, направил и сразу сканируешь. А здесь нужно отдельно заходить в раздел QR-код. Это не очень удобно. Итак, что у нас здесь? Виджеты, последствия. Что значит последствия? А! Анимация, переключение меню. Вот так вот это называется, друзья. Видели? Вот так. Выбираем, что вам нравится больше. Далее виджеты можно установить на рабочий стол. Много виджетов. И что у нас там еще есть? Обои и главный экран. Настройки главного экрана. Например, если вам не нравится вот это вот. Подождите. Вот то, что здесь это появляется. Если вам не нравится, что здесь меню приложения это влево-вправо, то все это можно изменить. Опа. Вот так еще можно. Вот тут главный экран. Вот. Можно это изменить. Значки уведомления поменять. В общем, тут можно конкретно кастомизировать рабочий стол под себя. Поиск. Жескоджение. Настройки значков. Настройки. Ого. Можно даже иконку поменять. Или название приложения. Вот это прикольно. В общем, полностью все можно поменять под себя. Ага. Вот ящик. Вот смотрите. Теперь. Теперь вам видели? Снизу вверх стало. Мне кажется, так удобнее, чем вот это вот влево-вправо. Теперь здесь можно все поудалять и сделать красоту. Давайте покажу, на что способна камера. А после я жду от вас ваше мнение в комментариях, как вам этот телефон помчали. Ребята, у меня сейчас здесь полный мрак. То есть темно. Но света нету вообще в ванной. Я включил функцию ночное видение на этом телефоне. И реально все стало видно. Но это крутая функция все-таки ночное видение, конечно. Смотрите, все видно, видите. Прикольно. Почему на дорогих телефонах такой функции нету, не знаю. Здесь еще можно фоткать в режиме ночное видение, а также даже есть зум. Ночное видение с зумом. Представляете? Вот так вот. При том, что никакая вспышка не горит, понимаете? То есть просто ночное видение. Вот камера имеет такую функцию. То есть вот здесь вы можете видеть свет, но это второй экран этого телефона горит. То есть никаких вспышек, ничего нет. Вообще по кайфу просто. Класс. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Как по мне это очень очень достойно То есть китайцы походу все таки учатся на своих ошибках И кстати вот это может ввести в заблуждение Мне кажется что надо сюда нажимать Но на самом деле отпечаток то здесь Вот в общем телефон очень интересный и классный И кстати вы заметили что в коробке не было скрепки Все почему потому что сим лоток достается ногтем Скрепка там не нужна Видите здесь нету дыречки куда вставить Вот так ногтем Можно открыть Но я вам скажу что это не так легко сделать Но вот я сделал И что у нас там как это все выглядит Вот так это выглядит Симки и флешки можно вставлять Такая вот красота Друзья что могу сказать В целом телефоном я очень доволен Мне все понравилось И единственное что не очень понятно Цена которую за нее просят Она адекватная или нет Буду ждать от вас мнения ваши в комментариях На этом у меня все Всем спасибо за внимание друзья Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok